Дмитрий Евгеньевич, вы родили 28 июля 1972 года, верно? Зачем вам это знать? Звонок поступает по поводу вашей задолженности по кредиту, так вы подтверждаете дату рождения? А для чего? Ответьте, для чего я должен это подтверждать. Если это касается подарка, хорошо, подтверждаю. А если это не подарка касается, то я... По поводу долга по кредиту. Ну, подарком может быть, допустим, вы заплатите за меня долг. Тоже подарок хороший, давайте, рассказывайте. Нет, заплатить за вас долг мы не будем, это первое. У вас очень большая просрочка. Ага. В длительном времени вы не производите оплату. Тем более, что банк... Я это знаю. Предлагаю так, с помощью которой вы, на выгодных для вас условиях, можете закрыть визитный договор. Не хочу ничего закрывать. Зачем? Если вы этого не сделаете, в дальнейшем вы данный вопрос будете решать по исполнительному лицу через... А когда в дальнейшем? Ну сколько... Вы же видите там у вас в комментариях, сколько дней уже вот это вот... Чего вы меня... Если вы думаете меня напугать, то вы ошибаетесь. Я очень жду этого момента, когда мы дела начнем решать в суде. Чего вы там это... Вам вообще говорят ваши руководители? Ну что же... А что же вам мешало самому обратиться? Зачем? Ну вот зачем? Ну вы же слышите сами себя. Зачем вы этот вопрос мне задаете? Для чего это? Вы ждете, когда сделают все за вас. А почему вы думаете, что по решению суда вам будет проще оплачивать? Ну потому что я законы знаю, девушка. Я 12 лет юристом работаю. Вот адвокатура у меня своя организация. Частная практика. Ну как-то вот по роду деятельности приходится разбираться. А, то есть вы считаете, что можно взять кредит и производить оплату? И вы считаете, что вы действуете в рамках ракетического законодательства? Более того, я вас хочу уверить, что я уверен в этом, что вот именно находясь в рамках законодательства, в отличие от вас, МБА Финанс, да, человек может совершенно спокойно взять кредит, подписать договор, потом разобравшись с этим договором, выяснить, что в договоре есть пункты, которые противоречат действующему законодательству, и в любом периоде времени прекратить выполнять обязательства по этому договору. Если это не нравится второй стороне договора, эта вторая сторона может обратиться в суд совершенно спокойно, и решать всю эту конфликтную ситуацию в суде. Новость для вас, да? Действительно просто, все очень просто. До глупостей. Оплату вы производите, мне намерено. Но если бы вы были компетентными юристами, я думала, вы все-таки бы производили оплату согласно. Да, ну-ка, мотивируйте свою убежденность. Я вас услышу. Потому что просто так слова говорить, это одно, это смешно, девушка. Судя по голосу, вам чуть-чуть больше 18, а вы вот уже взрослый человек, должны отдавать отчет своим словам, более того, своим действиям, когда вот вы устроились на эту противную мерзкую работу. Я вам порекомендую, как человек, который прожил больше 40 лет, подумать о себе. Так это же какая радость для вас. У вас еще вся жизнь впереди. Я тоже рекомендую всем своим клиентам жить посредством. Вот подумайте еще. Мало того, что услышать, надо еще мозги включать. Нет, неправильно. Вот видите, подтверждение того, что вы работаете на мошенников. Скажите, где вы взяли информацию обо мне? Ваше руководство где? Да нет. Хорошо, номер договора и доверенность лично на вас, Винокурова. Сообщите мне. А почему я вам должна предоставлять доверенность? Потому что вы вторгаетесь в мою личную жизнь и утверждаете, что вы имеете право, и банк вам делегировал. А доказать это не можете. Я вынужден расценивать это как акт вторжения. Женя, а зачем мне это-то нужно? А зачем? Мне звонит в день по 10 человек, всякий Ваня будет мне рассказывать. Подумайте о смене работы, девушка. Да сколько раз. Банк там, наверное, уже лопнул от этой информации. И вам не кашлять. Не лопнул, не волнуйтесь. Отлично, хорошо.